Книга «Открытым оком», тема «Женщины», 7 том, вопрос 1827. «В житиях особо подчеркивается, что эти подвижники сумели прервать связь с родными. Даже если они были и верующими, это Христово учение или сверх того?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Нигде в Библии о таком крене в сторону личного спасения нет даже звука. Везде говорится, чтобы заботились о родных, вели их к свету Божьей любви» 1 Тимофея 5,8. «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» Лука 8,39. «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». «Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. О том, чтобы, узнав истинный путь спасения, и чтобы человек тот должен был уйти из дома, запереться где-то, или пустыню обживать, или в горах прятаться. Это все дикая выдумка монахов, изощренная до сумасшествия самость» Римлянам 10,2,4. «Ибо свидетельствую им, что имею ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией» Римлянам 3,24. «Получая оправдание даром по благодати его, искуплением во Христе Иисусе». Феодор, освященный, 16 мая памяти. Как Феодор боялся родственных пристрастий, показывает следующий случай. Шел уже десятый год с того дня, как он пришел в Тавенисию. Его мать, давно желавшая видеть сына, пришла сюда с письмом от епископа области Эсна. Святитель просил Пахомия разрешить этой женщине свидание с ее сыном. Прочитав письмо епископа, Пахомий говорит Феодору, чтобы он шел на свидание с матерью, так как этого очень желает мать и просит об этом епископ. Но Феодор не решился послушаться этого приказания и сказал святому Пахомию, «Я спрошу тебя об одном. Скажи мне, если я пойду к матери, то не окажусь ли я согрешившим пред Господом, потому что не повиновался заповедям, написанным в Евангелии, так как Владыка наш сказал» Матфея 10, 37. «Кто любит отца или мать более, нежели меня?» Пахомий сказал, что он вовсе не хочет принуждать его нарушить заповедь Евангелия об отречении от родственных пристрастий ради совершенного угождения Богу. Но предлагал ему идти на свидание с матерью потому, что знал о ее слезах и опасался, что и сам Феодор будет опечален скорбью матери. Пахомий, признаваясь, что и он сам очень рад точному исполнению его учеником заповеди Божией, выразил мысль, что епископ будет рад этому, так как именно епископы учат тому, что заключается в Евангелии. Некоторые из братьев, желая доставить хотя малое утешение матери Феодора, придумали общую работу для монахов вне монастыря. На эту работу отправился и Феодор. Мать была утешена тем, что хотя издали увидела между монахами своего сына-подвижника. Однажды, когда Феодор был вне монастыря на каком-то послушании, явился в монастырь родной брат его Пафнутий. Он изъявил желание сделаться монахом, но с тем условием, чтобы ему быть вместе с Феодором. Когда Феодор возвратился в обитель, ему передали слова брата, но ревностному монаху казалось нехорошим, что брат его хочет быть монахом, как будто только ради него. Поэтому он не хотел и видеть брата. Однако Пахомий убедил его не отказывать брату в свидании. После взаимного приветствия Феодор сказал брату, «Если ты пришел сюда ради меня, то возвратись туда, откуда пришел. Если же ты пришел ради Бога, то почему не соглашался сделаться монахом прежде, чем я пришел бы к тебе?» С этими словами Феодор тотчас оставил брата. Но Пафнутий пошел вслед за ним и, догнав его, сказал ему со слезами, «Сколько дней я ожидал твоего прихода, а ты, явившись, говоришь мне такое жестокое слово». Феодор ответил ему, «Если ты ради меня пришел, чтобы сделаться теперь монахом, то ты мог бы оставить монастырскую жизнь. Если бы я ее оставил, но если ты так поступаешь по страху Божию, то вынесу ли я эту жизнь или нет, ты будешь оставаться в монастыре постоянно». Феодор ввел брата в обитель. Вскоре же, спросив келью Феодора, Пафнутий вошел туда и сел. Увидев в своей келье брата, Феодор сильно смутился и сказал ему, «Оставайся здесь, но я уже не хочу здесь жить из опасения, чтобы нам не быть похожими на людей, находящихся друг с другом в плотском родстве. Позволь мне жить вблизи тебя наравне со всеми братьями, потому что в этой обители нет различия. Все мы служители Божии и дети нашего Аввы». Суровые слова Феодора страшно огорчили его брата. Пафнутий тотчас пошел к святому Пахомию и со слезами просил отпустить его обратно домой, так как для него невыносимо такое небратское обращение Феодора. Тогда Пахомий призвал Феодора и строго сказал ему, «Почему ты говорил с ним жестоко? Неужели ты не знаешь, что это молодое растение? Не думаешь ли ты, что всякий, кто придет с тем, чтобы сделаться монахом, будет уже иметь страх Святого Духа? Ведь есть люди, которые приходят, чтобы спасать свои души, а другие приходят по иным побуждениям». Пахомий указал Феодору, что иноки во всяком случае должны относиться к подобным людям с полным терпением, ожидая, что и они познают, наконец, путь Божий и оставят свое плотское мудрование. Наконец Пахомий просил Феодора быть руководителем брата в жизни монашеской, пока он сам не приобретет истинного понимания обязанностей инока. Один молодой монах пожелал непременно отправиться на свидание с родителями. Пахомий очень опасался, что он уже не возвратится в монастырь, поэтому мудрый Авва не отпускает его одного, а в спутнике дает ему Феодора. «Соглашайся с ним во всем, чтобы он возвратился сюда с тобою», говорил Пахомий Феодору. Родители молодого инока с любовью встретили сына и его спутника. В особой комнате подали им пищу, разрешенную монашескими обычаями. Молодой инок просил есть и Феодора. Он сначала отказывался, но брат сказал, что если Феодор не будет с ним есть, то он уже не возвратится в монастырь. Феодор вспомнил заповедь Пахомия, протянул руку к пище и немного съел. Но исполняя таким образом последнюю заповедь Пахомия, Феодор хорошо помнил и одну из первых, очень важную. Авва некогда говорил ему, что он сам во время своей монашеской жизни не позволял никому из мирян видеть, как он ест. Следовательно, монаху, по мысли преподобного Пахомия, нельзя вкушать пищу в мирском доме, кроме случая крайней необходимости. Это долго вызывало в душе Феодора раскаяние. И он молил Бога, простите ему грех, допущенный ради того, чтобы молодому монаху не дать возможности совсем остаться в мире. Так был строг к себе преподобный Феодор. Феодосий Печерский. Память. Третье мая. Между тем, мать Феодосии, отщетно поискав, проискав сына в своем городе и в его окрестностях, оплакивала уже его как умершего. Только потом, спустя уже много времени, узнала она о пострижении своего сына в Киеве у преподобного Антония в пещере. Тогда она пошла к сему старцу и просила его выйти из пещеры к ней. Когда старец, наконец, вышел к ней, она в слезах обратилась к нему с усердной просьбой показать ей сына. Узнав от старца о просьбе матери, юноша сильно смутился тем, что никак не мог скрыться от нее. Однако, вняв увещеванием, Антония вышел из пещеры к матери. Увидев сына иноком с лицом, похудевшим от великих подвигов и трудов, мать пала к нему на грудь и горько плача говорила ему, «Возвратись ко мне в дом, сын мой, и делай по своей воле все, что считаешь полезным для спасения души твоей. Когда же я умру, то придай мое тело земле и тогда возвратись в эту пещеру. Без тебя же жить я не могу». Блаженный юноша отвечал ей, «Останься, мать, здесь, в Киеве и постригись в женском монастыре, и тогда ты получишь возможность иногда приходить ко мне для свидания. Этим ты стяжешь себе спасение и сподобишься лицезреть Бога в вечной жизни». Но мать не хотела и слушать сына.